Я очень доволен сегодняшней игрой, потому что все прошло без травм, хорошо, самая главная победа. Я занимаюсь баскетболом с начала школы, с первого класса. У меня вся семья баскетболисты, мне это нравится, это мое хобби. Я хочу стать профессиональным баскетболистом, хочу поиграть в НБА, за национальную сборную поиграть. Как сказать, доволен, но могли сыграть лучше ребята, получили травму некоторые у нас, поэтому мы могли сыграть лучше. Старались все ребята, молодцы, хорошо сыграли, доволен, очень. На следующий год соревнования проходить по другой системе, мы думаем, что мы еще выстроим лучше, будем стараться. Так что будем опять в фрезах, но будем стараться еще лучше. Ну как бы мы сегодня играли, ну не очень хорошо, ну показали отличную игру, выиграли на 12 очей команду Донецк. Мы два года им проигрывали, но в этот раз мы собрались и выиграли их. Так, ты надеялся стать лучшим? Ну я думал, что дадут и лучшего игрока в пятом, четвертом, третьем номере, но никак не первому. В целом игрой доволен, только вторую четверть немного завалили. Немного не справились с пятым номером Донецка, ну в общем нормально. Сегодняшней игрой доволен, в целом я доволен итогами вообще чемпионата. И ребята от начала и до конца шли к этой цели в том году, наша команда заняла второе место в чемпионате. И в принципе отступать нам уже некуда было, мы хотели с самого начала сезона забрать у Донецка чемпионский. И на протяжении всего сезона, повторюсь, мы к этому шли. У нас это, слава богу, получилось. Это как в детском баскетболе, это целый год учились, и в итоге мы пришли к тому, что в конце сезона мы сдавали экзамен. Вот сегодня был для них самый большой, важный, главный экзамен, с которым они справились, если говорить по пятибалльной системе, на пять с плюсом. Кого бы хотели из ребят из команды выделить? Выделить, естественно, я хочу весь коллектив. И перед началом игры я сказал, что 12 человек играющих, и если 12 сыграют, ну естественно, сегодня победим. Как бы настрой был именно такой, и слава богу, что никто не выпал, все с огромным желанием играли, сама отдача была на высшем уровне у них. Где-то, естественно, была Донецк непростая команда, Донецк украдный чемпион и достойный соперник. С волнением главное было справиться, что в принципе у них получилось. Планы следующий год пока нам еще неизвестны, сейчас закончился чемпионат, сейчас наше руководство будет принимать решения по поводу наших дальнейших планов, скажем так, в каких соревнованиях мы будем участвовать. Поэтому все это уже будет известно после 10, наверное, мая, а если не позже, чуть-чуть.